На Нерпе к Новой Земле. Преодолев свыше 1700 километров из Карелии в Наринмар, Большим морем прибыла экспедиция Русского географического общества в четыре моря Арктики. В составе экипажа ученые орнитологи, бывалые путешественники и исследователи Крайнего Севера. Перед решающим броском к арктическим льдам на борту экспедиционного судна побывала съемочная группа нашего телеканала. Организатор похода – морская арктическая комплексная экспедиция, фонд полярных исследований и ненецкое отделение Русского географического общества. Маршрут, как и два года назад, прежний – Кандалакша, Наринмар, Новая Земля, остров Вайгач, остров Матвеев. Легендарная яхта, а на первый взгляд маленькая и хрупкая суденышка, уже дважды успешно прошла по этому маршруту. Вот эта лодка или яхта, Нерпа, на которой вы находите, она уникальна. Она строилась 10 лет. Вот когда мне говорят «Мерседес» в ручной сборке, вот вы только когда пройдете, посмотрите все детали. Все сделано человеком и изобретено. Значит, здесь специальные ледяные обводы в соотношении длины к ширине 1 к 3, что позволяет лодку не сжимать, а выталкивать изо льда. Маршрут у Нерпы прежний, а задачи новые. В планах путешественников – научные орнитологические исследования на острове Вайгач и на новой земле. Мы сейчас вот пришли сюда из Карелии и 2 числа мы убываем на Вайгач. В нашей обойме будет два орнитолога, которые сейчас работают на Колгуеве. Они приедут на Ленмар, отправят часть людей на большую землю и сядут. Вот там для них место уже отведено, потом посмотрите в корме. И мы вот должны обойти по часовой стрелке, ну естественно они будут работать, вокруг новой земли по часовой стрелке. В ходе экспедиции для приема и передачи данных будет применяться станция космической связи «Гонец» – разработка российских ученых. Вот это наша отечественная разработка, которая позволяет отслеживать суда. Установлено уже на более 80 судах речфлота. И мне вот любезно предоставили опробировать на маломерном судне эту систему. Она, значит, позволяет работать в режиме электронной почты. То есть посылать имейлы на это, посылать сообщения на приемники сотовой связи. Яхта «Нерпа» стала первым подобным малым судном, не имеющим ледового класса, которому официально выдано разрешение на плавание в акватории с Северного морского пути. Исследователи проведут в западной части Севморпути подробное обследование закрытого пока для ученых восточного берега острова Вайгач. Первая часть исследований прошла два года назад. Природа такого соорудить не может. И потом нашли еще один мост. И к нему подходящие идеально дороги, вписывающиеся в общий рельеф. Это все наталкивает на мысль, что Вайгач, как и Кольский полуостров, и как и юг Урала, это все звенья одной цепи. Так сказать, древняя цивилизация распространялась очень широко. И вот мы попробуем все задокументировать. У экспедиции «Нерпы» несколько задач. После выполнения работ у побережья Вайгача экспедиция прибудет к острову Матвеев. Здесь пройдет церемония спуска венка на месте трагических событий в годы войны. В августе 1942 года немецкая субмарина потопила советский буксир. Тогда погибло свыше 300 человек. Мы хотим в этом году отдать долг и память спустить в траурный венок. В соблюдении всех этих. Владыка нас здесь, в Неринмаре, совершит молебен. И мы с Божьей помощью и эту тему закрываем, связанную с памятью о тех трагических событиях в Печорском море у острова Матвеев. Изящная и выносливая «Нерпа» к суровым испытаниям готова. Желаем экипажу 7 футов под килем. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова